Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро все, кто к нам присоединился сейчас. Мы продолжаем утренний эфир. И сейчас у нас личное утро на Болткоме. Гость эфира, руководитель фестиваля Станиславский ЛВ, который уже несколько лет в нашей столице происходит, как большое культурное событие, Наталья Захарьят. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо, что пригласили. В марте состоится весенняя сессия этого фестиваля. И к нам приедет Щепкинское училище. Да. Вот мы сразу, да, с новостей. А я вот тогда сразу похвастаюсь, потому что этой весной фестивалю Станиславский ЛВ исполняется пять лет. Ничего себе. И по счету это у нас будет уже 16-я сессия фестиваля в марте, 10-11 марта в Доме Москвы. Мы, поскольку привозим театральные вузы, решили делиться на сессии. Ну, раз у нас студенты приезжают, значит, это сессии. Вот это будет уже 16-я сессия по счету. Давайте тогда, давайте тогда так структурируем немножко, расскажем тем, кто, может быть, не совсем помнит там, как это все, с чего это началось вообще, да, раз пять лет. Надо же как-то отмечать будет, мы надеемся, что будем отмечать. Поздравляем. Поздравим и ответим. И как устроен фестиваль? Что такое за сессии, там, весеннее, осеннее? Начиналось все очень просто, потому что у нас есть такой парадокс, существует в Латвии, что у нас очень много режимов на протяжении последних 15 лет учатся в театральных вузах Москвы и Петербурга. И многие с помощью, не без помощи, Наталья Захарья туда попадают. Нет, это уже, скажем так, не будем преувеличивать роль, но это действительно парадокс, потому что если заглянуть в любой театральный вуз Москвы, а таковых их пять, то на каждом актерском курсе вы практически обязательно встретите рижанина. А о чем это говорит, что у нас прямо вот такое количество талантов там на душу населения, концентрация? Вот, наверное, в ответ, да. Что-то у нас тут так устроено, что у нас рождаются люди с актерскими способностями. Вот, и они получают, многим удается получить квоту на обучение от Министерства образования России, и они уезжают учиться. Как правило, к сожалению, нашему, и, наверное, к их радости, они на 90% остаются в Москве, и среди них уже очень-очень много звезд. Это как Евгения Крэкшде, театр имени Вахтангова, Александр Ляпин, который закончил в ГИК, активно снимается в кино. Но их очень... Яна Сексте, одна из первых, вот, скажем, уже среди нового поколения актрис, которая стала... Да, звезда. Вот. Их действительно очень много, и, кроме того, еще был такой факт, что Латвия не была абсолютно знакома с тем, что называется, студенческие спектакли. То есть у нас студенческие спектакли ассоциировались со спектаклями при... Самодеятельность. Самодеятельность при вузах, да. А то, что дипломные спектакли – это учебные работы, это то, с чем профессиональные актеры уже практически выпускаются в жизнь. Причем это же планка очень высокая. Дипломный спектакль – это то, за что они должны получить оценку, да. Да, да. И там просто филигранно отрабатывается каждый театральный прием, там вплоть до взмаха ресниц. Да. И не говоря о том, что конкурс театральные институты, он по-прежнему высокий, он колеблется от 200 до 500 человек на место. Потом еще в театральном вузе после первого курса, после второго еще идет отсев, когда примерно 10% студентов отчисляют. То есть реально это люди такие, выживают сильнейшие и самые талантливые. То есть получаются те спектакли, которые рижане могут увидеть в рамках вот этого фестиваля «Станиславский ЛВ» – это очень качественные режиссерские и театральные, практически профессиональные работы, в которых заняты молодые, красивые, энергичные и яркие актеры. А вот эта сессия – два спектакля. И оба очень интересны с точки зрения просто даже сюжета и драматургии. Да. Это высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре России. И мы даже решили назвать эту сессию «Экскурс в театральное будущее Малого театра». Потому что училище существует, оно было создано для того, чтобы поставлять кадры в Малый театр. И, естественно, лучшие из лучших, опять же, по окончании принимаются в труппу Малого театра. То есть вот эти, ну, как дети, да, они уже не дети, но всё равно как студенты. То есть вот мы в Риге смотрим на сцену, видим их, и через некоторое время мы их видим уже на афишах лучших московских театров и в кино. Да. Кстати говоря, у нашего фестиваля завязалась такая дружба с Щепкинским училищем. И сейчас, я знаю, что очень многие смотрят по Первому Балтийскому каналу сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. А ещё две другие главные роли. Там играют молодые артисты. Это Ангелина Стречина, она уже такая в Москве, она реально уже считается кинозвездой. И Владислав Тирон, актёр Малого театра. Три года назад они приезжали к нам на фестиваль, причём приезжали дважды со спектаклем «Дневник Анны Франк», где Ангелина играла главную роль, главную мужскую роль как раз играл Владислав. Да, мы их помним. Да, они произвели тогда такой фурор, что мы даже через два месяца пригласили их повторно, а вот сейчас они на экране, и Ангелина не так давно сыграла ещё княжну Тараканову в сериале. То есть те, кто три года назад их видели на сцене Станиславской ЛВ, могут прийти и посмотреть, что их любимцы превратились сейчас, как они сейчас играют. То есть Ищепкинское училище, оно славится тем, что оно выпускает, кстати говоря, как ни странно, кинозвёзд. Начиная Олег Меншиков, Дмитрий Харатьян, Юрий Соломин и Виталий Соломин. То есть очень большой этот список тяжело озвучить. И, кстати говоря о Харатьяне, сейчас Светлана Дружинина закончила съёмки очередных гардемаринов. И один из новых молодых гардемаринов появится в этом фильме. Его играет студент, которого мы увидим сейчас в марте в спектаклях Щепкинского театрального училища. В каком конкретно? Мы привозим два спектакля. Это принцип нашего фестиваля. На каждую сессию мы привозим один курс с двумя дипломными спектаклями. Вот на этот раз у нас такая очень красивая афиша, потому что 10 марта студенты будут играть мюзикл, легендарный бродвейский мюзикл, который старшее поколение уж точно помнит. Это мюзикл Бернстайна «Вицайская история». «Вейстайд» — «Судстори». Да, да. А 11 марта это комедия, классическая комедия, классическая испанская комедия «Лопе де Вега. Изобретательные влюбленные». А ну вот чуть-чуть, может быть, для тех, кто не в курсе, да, что такое вицайская история, можете чуть-чуть поподробнее. В принципе, это история Ромео Джульетта. Если брать историю Ромео Джульетта XX века, то это и есть вицайская история и мюзикл. А мюзикл этот по версии Американского института кинематографии занимает второе место в списке лучших мюзиклов всех времен. Киномюзикл. Да. И вот угадайте, кто на первом месте? «Поющий под дождем». Вот так. Только обгоняет «Поющий под дождем», а второй — это «Вицайская история». Вот любопытно, какие встали в хвост мюзикла. То есть «Вицайская история» — это действительно очень качественная история, да. «Мулин Руш» только на 25-м, 22-й «Красавица и чудовище», весь этот «Заж» — 14, «Чикаго» — 12, «Моя прекрасная леди» только на 8-м, «Мэри Коппинс» — на 6-м, «Кабары» — на 5-м, «Звуки музыки» — на 4-м, да. Ну, то есть это такая классика-классика. «Вицайская история» — да, это действительно очень красивый спектакль и потрясающая музыка. Да, и фильм в 61-м году «Вицайская история» получил Оскар тогда ещё, да, а там играет Наталья Вуд. Я должна признаться, что я не видела на сцене этот мюзикл вообще. Я думаю, что вы тоже, скорее всего, потому что он одно время был невероятно популярен в советские времена, и я знаю, что в Рижском русском театре это был один из самых мощнейших спектаклей, на который билеты продавали за месяц, за два, и выстраивались вот эти ночные очереди, о которых все вспоминают. Была постановка Аркадия Фридриховича «Катца». Главные роли в этом спектакле играли актёры, многих из которых уже и нет на свете. Это был 65-й год, и я знаю, что в Ригу, ну, по воспоминаниям актёров и зрителей говорят, что в Ригу приезжали целыми вагонами зрители из Москвы, из Петербурга и из других стран. Ну, предлагаю повторить это, принять зрителей из разных стран. Сюжет, конечно, построен на «Бессмертной истории Ромео и Джульетты». Там дело происходит в Нью-Йорке, это Манхэттен, и две банды, действующие в Нью-Йорке, а герой в одной находится, принадлежит, а героиня принадлежит ко второй группировке. И вот всё вот так начинается, раскручивается. Вы сами можете представить, что там всё очень остро, ярко, и очень много любви, и не только, конечно, да, ну, как в «Ромео и Джульетте». Любовь, кровь и так далее. Невероятно красивая музыка, а ещё, вот как сейчас уже принято говорить, там революционная хореография для 20 века. И я знаю, что в спектакле щепкинцев эта хореография по максимуму сохранена. Сохранена, да? Да. То есть, конечно же, они её адаптировались. То есть, там нет новых наворотов? Нет. Вот чем славится щепкинское училище, и за что я люблю наш фестиваль, что мы всё-таки стараемся представлять классический русский театр, который... Это визитная карточка, действительно, России. Это знак качества. Кстати, как патрон нашего фестиваля говорит, что русский театр... Патрон нашего фестиваля Адольф Шапира. Он говорит, что русский театр – это как нефть для России. Вот. Это одно из самых главных таких компаний... Одно из самых главных достояний русских. Вот. И щепкинское училище, оно очень, очень трепетно относится к традициям. Они в этом училище никогда не будет, как и в Малом театре, кстати. То есть по сцене голых не будет бегать голых. Это в другие театры. То есть это будет классический мир. Просто... Несмотря на то, что там... Просто удивительно. Молодые, действительно, красивые ребята, 30 человек приезжает. Большинство, это, к сведению, зрительниц. То есть из этих 30, это 20 – это молодые люди, мальчики красивые, талантливые. Это сумасшедшая энергия молодости. То есть они... Им очень надо о себе заявить. Им очень хочется попасть в большие государственные театры. Поэтому они выкладываются, ну, по максимуму в этом спектакле. То есть это не будет нафталииновый, закостенелый спектакль. Нет. Это просто классическая постановка. Постановка классического мюзикла, да. А вот в Америке подсчитали, что во всём мире ставят около 250 вестцайских историй в год. То есть до сих пор это очень актуально. Но там дело в музыке. Потому что музыковеды считают, что такого совершенного мюзикла вообще никто из композиторов не сочинял. Потому что это реально симфоническое произведение высокой сложности, да. Но вот при этом основано на вот таких, как сказать, очень мелодичных, простых мелодий. А вот интересно, что этот спектакль, кстати, с учётом того, что в России, я даже не знаю, где он сейчас ещё идёт, потому что вот этот всплеск бум, он был в 20 веке. А в 21 веке, по-моему, вот в русском театре не наблюдалось внимания. Но зато по всему миру именно прошлый год отметили всплеск интереса к вестцайской истории, потому что в 19-м году Бернстайну исполнилось 100 лет. И вот вокруг этой даты просто как театральная эпидемия на этот мюзикл. Потому что этот мюзикл тоже выпустили, получается, в столетие. Бернстайна. Да. Потому что он вышел в ноябре прошлого года. И интересно, что ребята самостоятельно подавали заявку на грант, фонд «Росмолодёжь», и получили на эту постановку деньги. Спектакль дорогостоящий, потому что… То есть там красивые костюмы? Там красивые костюмы, но там самое главное – это техника, это микрофоны, это возможность, опять же, призвать на помощь хореографов. Над этим спектаклем работали одни из лучших хореографов в Москве. Поставила спектакль, кстати, народная артистка России, и она к нам приедет, и она будет представлять этот ребят перед спектаклем. Лариса Ивановна Гребенщикова, она всю свою жизнь служит в Российском академическом молодёжном театре, она актриса и режиссёр. Она прекрасно знает, как работать с молодёжью, ещё такой молодой зритель. Вот, знаете, Наташа, слушаю я здесь вас, и так жалко, вот академический молодёжный театр. А в принципе, для наших рижских юных зрителей, молодых зрителей, в общем-то, этот фестиваль – это единственная возможность посмотреть спектакль, который рассчитан именно на молодёжную аудиторию, потому что у нас нет молодёжного театра. А вот это, возвращаясь к первому вопросу, почему появился, как появился фестиваль? Это было связано с тем, что у нас нет ТЮЗа, и уже огромное поколение выросло без ТЮЗа. То есть он был закрыт в 1992 году. Это больше… Сразу. Да, да. Многие ещё и не родились тогда из наших радиослушателей. У нас действительно это надо ещё усмотреть и не пропустить, когда привозят что-то для детей, и нет возможности так, чтобы раз в месяц ты мог куда-то ребёнка отвезти и ещё, чтобы он взрослел. А подростковая аудитория, она совсем не охвачена, если ещё детей можно отвезти в кукольный театр. Бесхозно и беспризорно. Да. Наша подростковая аудитория. И если ещё детские спектакли или какие-то шоу к нам привозят, то подростковая аудитория, аудитория старшеклассников, первокурсников, обратите внимание, она вообще у нас никак не охвачена, если мы говорим о театре. Ну вот сейчас мы их охватим. Да. Приходите смотреть Витсайскую историю, это и обращение к классике, и в то же время для молодёжи будет очень интересно, потому что это живое. А главное, что это качественно, потому что в любом случае вкус надо воспитывать, да, и в общем-то Щепкинское училище – это знак качества. Да. Очень приятно, кстати, что за эти пять лет у фестиваля появилась действительно своя аудитория. Появились школы, которые к нам ходят регулярно и не пропускают. Появились зрители, появились волонтёры. Вот я только вчера встречалась с девочками и мальчиками, которые самостоятельно просто обратились, позвонили и сказали, что им очень хочется помогать во время фестиваля. Это, кстати, вот те лучшие возвращения к тем лучшим традициям рижского тюза, когда молодые зрители, юные зрители, помимо того, что они ходили на спектакли, они ещё изучали театр изнутри, они помогали и билетёрам, и реквизиторам, и костюмерам. Это было такое поглощение в мир театра. Погружение, да, простите. Вот. Так что очень радостно, что на базе нашего фестиваля эти добрые традиции возрождаются. Я чуть-чуть секрет приоткрою. Сама Наталья Захарья тоже начинала с этого. В своём школьном детстве бегала в ТЮС к Адольфу Яковлевичу Шапира, и там помогала, участвовала, там всех знала. Да. А по образованию... Школьный актив у вас был, да, такой? Школьный театральный актив «ШТА», из которого очень-очень много вышло. И так эта любовь и сохранилась на всю жизнь. А по образованию у нас Наталья театровед. Да, театральный критик. Театральный критик. Напоминаем, давайте напомним, когда состоится фестиваль. Фестиваль состоится 10-11 марта в 19.00 в доме Москвы. В 19.00 начало спектаклей. Сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, мы продолжим и расскажем вам про коварство и любовь в следующей части нашей программы. Мы продолжаем программу «Личное утро» на Болтком, на Радио Болтком. И напоминаем, что гость сегодняшнего утреннего эфира о своем личном утре нам рассказывает Наталья Захарьят. Это организатор и продюсер фестиваля «Станиславский ЛВ», которому исполнится в этом году 5 лет. И она сейчас рассказывает нам о том, что мы увидим прямо в самое ближайшее время, а увидим много интересного. Наташа, второй спектакль, на который вы хотите пригласить наших радиослушателей, это спектакль по Шиллеру. Это тема коварства… По Лопе де Вега. Ой, по Лопе де Веге. По Лопе де Веге. Да, Лопе де Вега. И называется он… Называется он «Изобретательное влюблённое». Это классическая испанская комедия. А Лопе де Вега, как известно, он действительно один из сильнейших комедиографов в истории театра. И поставлена, опять же, эта комедия с соблюдением всех традиций, всех классических требований. Это очень красивые, скажем так, очень эффектные костюмы. Это оригинальная красивая музыка. Я знаю, что, опять же, Малый театр, он очень внимательно относится к деталям. То есть вы не увидите в этом спектакле не испанцев, если так можно сказать. Это будет очень много юмора, конечно же. Это очень смешная карта. Повторюсь, это никаких привязок к новому времени, никаких отсылов, никаких перипетий, перемещений героев во времени. Но при этом, вот придёте и увидите, насколько эта пьеса сегодня, эта комедия сегодня актуально звучит, как ни странно. А вот сюжет напомните про любовный треугольник, любовный четырёхугольник. А вот, кстати говоря, когда я училась на театроведческом факультете, первым, о чём нам говорили, ни в коем случае не пересказывать сюжет. То есть или я бы даже посоветовала, кстати, это лучший вариант для такого фестиваля, как наш. Вы придите, посмотрите, а потом перечитайте, если вас зацепят эту комедию. Обычно традиция говорит об обратном, что сначала прочитайте, а потом приходите и смотрите. Но вот, как показывает практика, чтобы молодого человека увлечь и литературой, и увлечь театром, то сначала лучше прийти на хороший спектакль. А это изобретательное влюблённое, это очень хороший спектакль. Там, во-первых, играют молодые, молодые играют молодых, но и играют те, кто постарше. И, кстати, интересный момент, что одного из героев, главных, играет наш рижанин Владислав Янушонок. Это молодой человек, который закончил 92-ю среднюю школу. Думаю, что... Если кто-то сейчас слушает, учителя, родители или школьники из 92-й школы, пожалуйста, передайте, чтобы приходят, смотрят на выпускника. Да, он же закончил наше мореходное училище. Так что привет выпускникам мореходного училища. Они тоже могут прийти. И Владислав Янушонок, он участвует и в изобретательной влюблённой, и в вицайской истории. Как интересно, мореходное училище, а после этого театральное. Театральное, да. А в театральное он решил поступать, потому что он пришёл в театральную студию, которую возглавляют Татьяна Черковская и Андрей Гаркави. Вот. И там заразился ядом театра и решил поступать в театральный институт. Я знаю, кстати, историю, что когда Влад поступал, обычно поступает во все институты, потому что сразу, потому что слишком много туров и этапов. Ну, сдают экзамены, да. Нет, до экзаменов доходят уже те, которые практически, можно сказать, одной ногой поступили. А вот до этого идут творческие туры. Их пять, иногда бывает, официально их три, на самом деле их по пять-шесть. Это отсев, который идёт в течение полугода. Ребятам приходится беспрерывно ездить в Москву, в Петербург. Так вот, у Влада была удивительная история, что когда он дошёл до экзаменов, ему предлагали подать документы все пять театральных вузов. И вот он выбрал именно Щепкинское театральное училище, поступил туда. А возвращаясь к изобретательной влюблённой, это комедия, где, вот как они сами представляют спектакль, что это комедия, в которой будут звучать серенады, в которой будут звучать пощёчины, в которой очень много переодеваний. Я говорю, там красивые костюмы. Костанье. Да. Огромное количество переодеваний. Это очень лёгкая комедия, мудрая. И, кстати, интересный такой момент. Я должна сказать, что у нас билетов на изобретательную влюблённую уже практически нет. И такое наблюдение за нашей публикой, кстати, у нас молодёжная аудитория проявляет больше интереса к комедиям. Чем к мюзиклам. Да, чем к мюзиклам, чем к драмам. Может, потому что мы, кстати, привозили в прошлом году дважды Ромео и Джульетту. Не знаю. Но о вицайской истории это адаптация Ромео и Джульетты. Адаптация под Нью-Йорк. Ну, просто сюжет, на самом деле. Но, в принципе, конечно, Лопе де Вега – это, наверное, всё дело в магии его драматургии, потому что это феноменальный успех веками. И вспомним наш всенародно любимый фильм «Собака на сене». Вот такая стилистика. И что захочется перечитать – это точно, потому что его можно на цитаты разбирать. Да. И потом цитировать к любой ситуации в отношениях между мужчиной и женщиной. Ну, всё правильно. И уже даже из названия понятно, что там много чего будет. Да. Изобретательного. Да. И что это, кстати говоря, очень хорошее. Мы чуть-чуть расходимся во времени, но, по сути, это такой прекрасный подарок к 8 марта нашим зрителям. Изобретательное влюблённое. Ну да, это 11 марта. И, кстати говоря, ещё такой важный момент – это спектакль-праздник. Да, то есть это не… И Лопе де Вега – это всё-таки нельзя сказать, что это такой пустой юмор. Это не опереточная такая вот… Простят меня любители оперетты. Ну да, там есть пронзительные такие моменты, да, когда есть о чём задуматься. Да. В принципе, всё равно это всё феерично. Есть даже такой термин «Лопе де Вегун». Вот лекарство. Да. Лекарство от тоски, если нужна доза хорошего настроения, «Лопе де Вегун» прописывают. Просто возьмите и посмотрите что-то из «Лопе де Веги». Да. И интересно, кстати, что на эти спектакли, дипломные спектакли играются в Москве на сценах учебных театров. Эти учебные театры, кстати, им нужно нам даже только позавидовать, потому что это такие… Лаборатории творческие. Да, да, да. Но с одной стороны лаборатория, а с другой стороны это академические сцены, большие, с хорошей аппаратурой, с красивыми зрительными залами. И на студенческие спектакли очень любят ходить сами. Вот москвичи или петербуржцы, да, в Петербурге. Гости, которые приезжают в столицу России, они, конечно, идут в государственные академические театры. А вот сами москвичи предпочитают ходить именно на спектакли студентов. Ну, потому что всегда интересно молодая кровь, молодая энергия, какие-то новые молодые таланты. И режиссеры, которые ставят спектакли со студентами, они прекрасно знают, что они не имеют права заниматься самовыражением. Их задача главная – раскрыть максимально актеров. Поэтому даже эпизодические роли в этих спектаклях – это такие отдельные картины, заслуживающие особого внимания. И вот, кстати, вчера очень интересно, и возвращаясь к тому же рижскому тюзу, одна из девочек, которая приходила записываться в группу волонтеров фестиваля, просто потрясла меня, сказав, что в прошлом году мы привозили курс ГИТИСа, который показывали Ромео и Джульетту, причем такую свою интерпретацию у них поставил этот спектакль студент. Они у нас очень быстро раскупили билеты, мы пригласили их во второй раз приехать к нам. И оказывается, есть молодые зрительницы, кстати, ученицы 10 класса, которые сходили один раз на этот спектакль в Риге, второй раз, а потом поехали в Москву к этим ребятам в июне, на их дипломную неделю. Пересмотрели опять и Ромео и Джульетту, и все дипломные работы, это настолько меня тронуло, потому что это как раз те времена, мне это напомнило, времена шапировского тюза, когда мы по 10-20 раз смотрели один и тот же спектакль. Кстати говоря, вот цитаты, про которые говорила Оля, волей-неволей мы могли процитировать лучшие и классические произведения, и в том числе те произведения, о которых еще никто не знал, потому что Адольф Яковлевич умудрялся открывать нам какую-то совершенно другую литературу. Ну вот Константин Сергеевич Станиславский, ваш главный патрон, покровитель, он сейчас бы сказал верю. На афише фестиваля значится патрон фестиваля Адольф Шапира. Как получилось, что Адольф Яковлевич стал вашим патроном? Во-первых, потому что все началось действительно еще тогда, когда я ходила в школьный театральный актив, и люди, которые помогают мне делать этот фестиваль, мы тоже совершенно случайно встретились и решили объединиться, чтобы попробовать вот такую историю под названием Станиславский ЛВ. Во-первых, этой любовью к театру мы обязаны Адольфу Яковлевичу Шапира. А во-вторых, так получилось, что Адольф Яковлевич каким-то странным образом уговорился приехать именно в рамках фестиваля к нам на встречу, первую тогда встречу со зрителем, которого он не видел 25 лет, и он приехал к нам на такую творческую встречу спустя огромное время. И что интересно, я думаю, что вы это помните. Он не приезжал в Ригу и не выходил на публику. Это был такой, как это, железный занавес и холодная война. И если он приезжал, он приезжал до этого раза два-три. Часто говоря. Да, я знаю, что он практически ни с кем не встречался и как-то кратко ходил по городу и избегал улицу Лачплиша, где уже, наверное, не все помнят, что уникальную историю нашей Риги. То есть для него был очень тяжелый удар закрытия театра и он психологически не мог Ригу воспринимать. И это был первый раз, когда он вышел на сцену и общался с республикой. И те, кто был на этой встрече, помнят, что мы так срежиссировали, позволили себе порежиссировать режиссером Адольфом Шапира, что он у нас выходил из зала, шел через проход, через весь зал и поднимался на сцену. Это, кстати говоря, был в свое время конек режиссура Адольфа Яковлевича. Он очень любил, когда актеры спускались в зал к зрителям и действие разворачивалось и в зрительном зале. Так вот, когда Адольф Яковлевич вышел, шел через зал, весь зал встал и встречал его аплодисментами. Я поняла, что лично я на своем веку не видела, чтобы люди, это же театр, это не кино, то есть это люди, которые видели его спектакли 30 лет назад, в них настолько была жива эта память, что они, это такую огромную роль сыграло их жизни, что они встречали этого любимого режиссера аплодисментами и стоя. И тогда же Адольф Яковлевич тоже был растроган, он тоже, говоришь, он не понимал, разумеется, тогда, что такое иришский тюз. И мы очень много говорили, он, разумеется, он спросил, заинтересовался фестивалем и очень поддержал эту идею и согласился нас консультировать в вопросах, на кого обратить внимание, кого привозить, потому что мы не смотрим спектакли, которые мы привозим, это век дипломных спектаклей очень короток, их выпускают на небольшой срок, потому что это дипломные рекомендации, чьи-то. А знак качества, подтверждение, гарантия качества, это, во-первых, имя института, имя мастера курса, в театральных вузах руководители курсов называют мастерами. Мы с мастерами все говорим, это вот такие папы-карлы, которые выстрогивают из полена буратино, мальвин. А вот, кстати, кто мастер курса вот этой весенней сессии, которая привезет весь царскую историю и лоподовегу изобретать влюбленную. А вот спасибо за этот вопрос, потому что на самом деле это мастерская, она носит имя народного артиста России Виктора Коршунова. Его многие помнят и по кино, это актер очень известный актер, актер малого театра. он скажем, с 50-х, 60-х годов преподавал в театральном училище имени Щепкина. Ну, такой мэтр. Мэтр, да. У него, кстати, учились, успели поучиться некоторые наши рижане, в том числе вот Виталий Семенов, сейчас ведущий актер театра имени Вахтангова и преподаватель курса, который к нам приедет в Щепкинском училище. Вот, и Виктора Коршунова не стало пять лет назад, и его ученики, педагоги этого курса решили этой мастерской дать имя Коршунова, она так и называется, единственная такая вот мастерская в Щепкинском училище, она носит, и вообще, кстати, по-моему, в Москве. Имени, да. Да, это мастерская, имени народного артиста России Коршунова, Виктора Коршунова. Естественно, там есть свои традиции, свои принципы воспитания актеров. Она считается одной из, не одной из, а фактически сильнейшей мастерской в училище, и когда даже потом, вот, оканчивая институт, это актеры, выпускники начинают показываться по театрам, считается очень престижным. А если это мастерская Коршунова, этих актеров обязательно пригласят на прослушивание в театр. Их не оставят без внимания, потому что они знают, что в этой мастерской очень внимательно относятся по воспитанию актеров. И вокруг фестиваля возникают какие-то события спутники, да, вот здесь волонтеры, есть какие-то контакты с Рижским Русским театром, с мэрией, а в этом году готовится выставка. Да, за что отдельное спасибо также и вам, потому что я знаю, что мы будем делать вместе это, мы решили впервые попробовать провести в рамках фестиваля выставку замечательной девочки, девочки с ограниченными возможностями по имени Лера, она Рижанка, она пишет потрясающие картины, она пишет также иконы, да, девочка подшефная, программа «Зеленая лампа», мы с ней дружим, она уже из разряда подшефных стала просто другом ей в этом году, в марте, сразу после, вскоре после фестиваля, исполнится 18 лет, но она еще маленькая, она ходит, кстати, она регулярно приходит на спектакли нашего фестиваля, она тоже вот из тех, кого можно назвать нашим постоянным зрителем, потому что и наши зрители уже друг друга начинают узнавать, и Леру, я уверена, очень многие знают, потому что они задруживаются все и в соцсетях, вот, и очень захотелось сделать что-то доброе, можно я уточню сразу, что Лерочка, она много лет, она с рождения, почти с рождения, очень тяжело была больна, перенесла несколько очень тяжелых операций, в том числе пересадку костного мозга, потом она стала выздоравливать, и она долго не ходила, и год назад она встала, она просто встала, сделала первые в жизни шаги, и у нее открылись очень большие способности к рисованию, вот мы считаем, потому что картины, которые она делает, они удивительно, светлые и красивые, и поэтому приходите, пожалуйста, вот первый спектакль Даниславский ЛВ пройдет 10 марта, а выставку мы откроем небольшую, в 18.00, в 18.00, даже если вы не идете на спектакль, а просто у вас нет билетов, или вы не планируете, у вас там занят вечер, или просто другие планы, вот приходите в 18.00, в 18.00, 10.00, просто на 15-20 минут на открытие этой выставки, картинки эти небольшие, легкие, их можно будет приобрести по совершенно каким-то небольшим символическим ценам, которые пойдут Лере на лечение, но картинки... Лерочка там будет тоже... А картины действительно очень талантливые. Да. В фойе второго этажа, дом Москвы, перед входом в зал. и на открытие и на открытии этой выставки уже подтвердили, будут участники нашего фестиваля во главе с нынешним мастером курса, народным артистом России Владиславом... Александром Сулимовым, и режиссер второго спектакля, тоже народная артистка, режиссер Витсайской истории народной артисткой России Лариса Гребенщикова и все актеры, 30 человек, они тоже будут присутствовать на открытии выставки. Встречаемся в 6 часов на втором этаже. Это будет наш выход свободный. Перед Витсайской историей будет наша рижская история. Так, давайте, первая часть Марлезонского балета, скажем. И выставка будет открыта также и на второй день, то есть те, кто придут на изобретательную влюбленную, точно так же могут познакомиться с Лерочкиными работами, а они у нее, мне тоже кажется, такие солнечные. Да, просто поднять себе настроение увидеть хорошего человека, может быть, помочь ему и пообщаться с теми, кто придет. А кто не планирует прийти на второй день на Станиславский ЛВ, просто могут знать, что в 6 часов вечера они могут заглянуть тогда на выставку. Ну, наверное, там весь день будет? Весь день, да, но вечером все-таки это будет определенный и антураж, и свет, и праздник, так что... Много зрителей, много актеров, много людей. И, Наташа, следующая сессия когда запланирована? Поскольку нам 5 лет, то мы решили рискнуть и провести не традиционные две весенние сессии фестиваля ААШ-3. И следующее у нас будет в 20-х числах апреля просто сразу же после Пасхи православной 20-го и 21-го апреля к нам впервые приезжает Нижегородское театральное училище, которое носит имя Евгения Евстигнеева, потому что он закончил это училище в свое время, выпускной курс. Это уже училище, которое сейчас обеспечивает актерскими кадрами, скажем так, всю среднюю полосу России, театры средней полосы России. Оно одно из самых старых в России. Оно тоже славится определенными традициями. Кстати говоря, в свое время Нижегородское училище очень дружило с нашим Рижским русским театром и старшее поколение актеров в большинстве своем было именно из Нижегородского театрального училища. Вот Аркадий Фридрич Кац, главный режиссер театра русской драмы тогда еще, он очень любил выпускников этого училища. Вот они приедут впервые и они привезут два очень интересных спектакля. Во-первых, это даже хочется такой барабанной дробь, потому что этого никогда у нас не было. Это ревизор. Гоголевский ревизор. По предписанию. Опять же, чтобы молодежи, заинтересовать молодежь, это спектакль с хореографической версией по гоголевской комедии, но с обязательным экскурсом, скажем так, в сюжет. то есть перед началом это будет такая увертюра модная сейчас, когда называется вербатиум общения со зрителем. Всем, кто не читал, напомнит, о чем идет речь. А потом уже будет сыгран спектакль. А второй это спектакль притча о молодой, молодых людях. Это тоже история любви, которая называется очень простая история. Это в апреле. На этой радостной ноте об интересной рассказе, об интересных событиях наша программа подошла к концу. Спасибо, Наталья Захарият. Встретимся все на спектаклях просто в ближайшие дни. Спасибо. И хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok